Здесь у него 40 сошняков, там 48 сошняков. Другие уже высевающие аппараты. Та за проход сделает 7,2 метра, эта за проход сделает 6 метров. Но больше бункер. Но больше бункер, да. Ребята, нет. Может для какого-то другого хозяйства это будет решающим фактором, но не для меня. Что, новая быстрация? Сейчас бункерами просто дольше выйдет. Другие уже высевающие аппараты. Такой комбинированный диск. Селка 6 тонн. Ширина захвата 6. Производительность 3,6-8 гектар в час. Количество сошняков 40, дисковые. Объемы у нас. Общая сумма 3. То есть зерновой то на 800, туковый то на 200. Смотря из-за чего вы ее берете. Почему? По 12-22. И все. По производительности я бы не сказал, что это. И последний параметр это цена. Хотя здесь у нее 40 сошняков, там 48 сошняков. Цена этой 4,600, той 3,250. Еще прошлая цена. Прошлая цена года. А высевающий аппарат там 7-2. Расскажите разницу по высевающим. По высевающим? То же самое высевающие. Как и здесь. Тут два? Нет, там переди стоит. Тут бункер вакуумный. Вакуумный. А там свободный. А, под своим весом. При открытом бункере она функции не выполняет своих. При закрытом, когда нагнетается вакуум, она идет больше давления. Нету ни просевов, ни забиваний, ничего. Вот в этом ее преимущество. А по цене и по качеству. Качество, ну, скажем так, сошник один, регулировка одна, настройка одна. Та за проход сделает 7,2 метра, эта за проход сделает 6 метров. Но больше бункер. Но больше бункер, да. То есть вы выигрываете на бункере, но проигрываете в размере. В размере. И в цене. И в цене, да. Дороже. Еще раз цена? 4,600. 4,600. Я просто... Миллион дороже. Я у вас с эту брал, по-моему. И что? Миллион триста. Первый год. А вот ровно год назад я с выставки тут же брал. Мне как? Это мне нравится. Я же раб сею. Мне мелкосемянка. Ну, я раб сею. Раб сею. Я 7,70. У нас в Ставропольце берут только эти сеялки. Для чего ты ее берешь? У тебя же один импорт стоит. Он говорит, нет. Я ее беру только под РАПС. Сейчас вот видите, ребята, это они ставили доп. опцию. Здесь она ходит в стоимость. А что за доп. опция? Это, ну, забивание, эти самые, 7-микром. Каждый 7-микром показывает, какой 7-микром. А, все, как-то электронная система вот эта. Да, да, да. Это 12-21. 12-21. Да, свободно тело. Вот это же 7,2 тоже, да, у нас? Нет, это шестерка. А, вижу. Но такая же есть 7,2. У них одинаковые бункеры 7,2 и 6. Все одинаковые. Крышки разные просто. Да, там что-то. Какая была крышка? А вот я бы залез посмотреть. Просто тот бункер. Я за время засекал одну тонну, мы закидывали... Минута. Семена минута, удобрения чуть дольше. Минута, минута. Такс, посмотрим. А, ребята, нет. Мне моя больше нравится. Ребята, здесь меньше просто вот окно засыпания. Ну, нет. Правда, нет. Да, бункер больше, но вот это вот окошко, оно маленькое. То есть целиться не очень будет удобно, понимаете? И я так понимаю, да, это можно снять. Не вопрос. Лучше этого не делать, иначе камни могут туда попасть. И если что-то надо будет сделать, я в этот бункер реально не помещусь. Потому что я в ту селку, я залазил туда полностью, что-то убрать, что-то почистить. Я не знаю, комочек какой-то, мало ли. Вот. А здесь нет. Я не знаю, как сюда можно будет поместиться. Лучше этого тоже не делать еще раз. И тем не менее, здесь горловина сама по себе меньше. Для меня это нехорошо. Для моих условий. Может, для кого-то другого хозяйства это будет решающим фактором. Но не для меня. Так, вот, по той. Ну... Вот по этой. Вот ты такой купил, да? Нет, я купил... Какую? 7,2? Ну вот с такими. Ну вот такая, только 7,2. 7,2. Да, они одинаковые. Нет, я верю. Отзывы как? Пшеницу сей. Пшеницу, да, нормально. Она предсказуемая. Разница была только в одном миллиметре высевающих аппаратов. У меня левый почему-то уходил быстрее, чем правый. А разница в миллиметрах одинаковая. Да? Да, это мы уже потом из опыта выяснили. Дошли до этого, то есть здесь необходимо разное количество миллиметров ставить. И тогда оно будет одинаково. Дальше, по глубине, по равномерности все нормально, мне нравится. По скорости засыпания одна минута и тонна у вас там. Она тонну берет? Ну, тонну удобрения, тонну семена. Вот такие вот мешки туда заходят. Нет, джангир засыпай, если нет. Нет, тонны джангир берет. Да, вот. Я один раз залезу, больше не вылезу. Не вылезу, и тонну оставлю. Вот, дисковые ни разу, как бы все нормально, ничего плохого сказать не могу. Ну, Женя механизатор говорит, что втулки, да, Женя, иногда могут... По сырому как? Ресурсов всего есть. Нормально. Нормально. Оно у меня только год отходило. То есть она свеженькая. А район какой у вас? Высоковский, мы по Высоковскому. А, вот, на местном, на местном, на местном, на местном. Ну, я раб сей на 70. Ну, мы в Новорождевске раб сели. Четыре года я уже сею только на 70. А. Только на 70. Мы пока так... 45-54 урожайность. Ух ты. Да. За счет обработки в междуряде. Специальный культиватор. Так. Он рыхлит. Сзади стоят у него буроны. Специально по ряду идут. Угу. Вот я только посеял его, блядь. Посеял. Вот он сходит, и пофигу. Я захожу, уже работает. А что засеял у вас? Как вы сеете? Гаспарда. Гаспарда? Да. А культиватор под него сделан. Наш карен, просто я купил новый. Он уже был готовый, сделанный под его. У него защитные стоят эти диски, лапки. И сзади баронки вот такие стоят. И они как бы еще под рыхлят, междурядье. Очень круто. Ну, да. И с одновременным несением селитры. Сразу селитры. Мы тоже. Вот такая мастенькая. Сель. А, культиватор. Я понял. Здравствуйте. Здравствуйте. А, это поселение какого у вас там? Тихорецка. А, Тихорецка. Да. Костихорецка? Да. Тихорецк район. И там, и там. Ну, там, и там, и там, это интересно. Ну, так что у вас... Ну, давайте за КФХ и ПКФХ. Масло. 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 Да. А зовут у вас как?